Кто не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов. Понятно. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Дарвин. Единственный способ выжить в этом мире, это жить без правил. Джокер. Прогулки по паркам, радость и солнце над головой, это был прекрасный мир. Далее. Но 10 лет назад этот мир рухнул. Нашей семье повезло больше, чем большинству, мы успели укрыться в бункере. Руины привычного мира стали для нас кошмаром, в котором мы пытались выжить. И настал день, когда меня начали обучать по-взрослому. Выберите скин и ник Дорожный Бегун. Да, ребята, я начинаю играть в игру, которая называется Ласт Крафт. Кого же нам взять? Дорожный Бегун? Ну, я не знаю. Этот какой-то рыжий, да? Давайте возьмем, наверное, вот этого. Да. И назовем себя Естественно, Естественно, Рэй. Так, дай сюда. Так, это у нас русский, давайте мне с большой буквы. Рэй. А ну-ка, окей. Занято? Нет, смотрите-ка, не занято, ребята. Значит так. Это у нас зомби-апокалипсис, я так понимаю, да? Случился после ядерного взрыва. Ребята, игруха пиксельная. Думаю, многим зайдет. Ну, в любом случае, поиграем. Посмотрим, что вообще она из себя представляет и почему она называется Ласт Крафт. Последний Крафт. Проведите по выделенной области для управления обзором. Ага, вот так вот мы, значит, можем смотреть. Проведите пальцем для перемещения. Ты что делаешь-то? Эй, 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 эй. Чак Норрис, ё-моё. Совсем оборзил, а? Так, ребята, здесь мне немножко, наверное, придется поменять. Подойди. И нажми, чтобы поговорить. Сейчас, секундочку, ребята, мы поговорим обязательно, но сначала... Много, ребята, проверка. Отлично. Теперь пойдем с кем-то поговорим. С мамой? Хорошо. Нужно кликнуть. Привет, я подготовила кое-какую одежду для твоих тренировок. Она в ящике. Примерь, хочу посмотреть, как она на тебе сидит. Мама, у тебя талант делать новую одежду из старых тряпок. Спасибо. Будем считать, что это моя магия. Одевайся иди к сержанту Дэйву. Он хотел тебя увидеть. Хорошо, понял. Так, нажми, чтобы открыть. Давай, откроем. Забрать все, естественно, ребята. Так, в рюкзак. И надеваем штанишки. Естественно. И курточку. Рубаха это. Рубаха-убежище. Знаете, напоминает мне чем-то, как Фоллаут. Ну что же, я вроде бы оделся. Теперь, ух ты, охотник на чудовищ. Можно с ним поговорить. Что стоишь? Интересно посмотреть на тварь, которую я поймал? Ну, я бы не отказался посмотреть. Конечно, интересно. Этого зомби правда поймал ты? А кто же еще? Все зомби-скорпионы и двуголовые собаки, которых исследуют наши яйцеголовые ученые, все эти твари пойманы лично мной. Зачем ты их ловишь? Профессор Мартин за это отлично платит. А мне хватает на жизнь и на выпивку. А что еще может понадобиться в современном мире? А что дальше происходит с теми, кого ты поймал? Ну, сначала тварьи помещают в эту клетку, а потом док забирает их для исследований. Что происходит дальше, я не знаю. Если хочешь, спроси у Мартина. А мне больше некогда проводить тебе экскурсию. Извини. Да иди ты. Хе-хе-хе-хе. Я... О, смотрите, ребята. Жесть бедной зомби. В клетке сидит. Охренеть. Ладно, нам не до него, ребята. Мы пойдем с вами к командиру Дэйву. Вот он, сержант, точнее даже. Привет, продолжим наше обучение. Сегодня я разрешаю тебе использовать боевое оружие. Возьми нож со стойки и начнем с рукопашного боя. Опробуй новую игрушку на тех манекенах. Ага. Хорошо. Нажмите, чтобы открыть. Ножик, ребята. Ха. Забрал. У меня в руке нож, ребята. Покромсаю сейчас этих говнюков. А ну-ка. Оп, оп, оп. А, на-ка, получи. Получил. Еще ты получи. Ха-ха. Вот так вот, ребята. Это же манекены. Сосунки для меня. Я думаю, сержант Дэйв будет очень доволен. Это было несложно. Не забывай, что в жизни враг не будет терпеливо ждать, пока ты его убьешь. Ладно, это потом. Сейчас возьми со стойки с оружием АК-74. Будем учиться основам стрельбы. Проще паренной репы, я думаю. Ух ты, даже с патрончиками. Хе-хе-хе. Ну, куда там? Где тут? А, вот здесь надо стрелять. Пши. Так, авто. Нет, ребят, авто что-то как не катит. А как... Оу. Ух. Вообще шикандос. Ну что, Дэйв? Ты, думаю, будешь очень мной доволен. Как-то мы бежим, нас что-то так покосило. Хе-хе-хе-хе. Ааа. У тебя здорово получается. Завтра поработаем с точностью. Но на первый раз очень неплохо. Приятно слышать твою похвалу. Ты молодец. На сегодня достаточно. Иди в столовую. Думаю, там найдется для тебя паёк. А после можешь отдохнуть. Завтра продолжим. Ааа, спасибо. Так, где же у нас... Так, там мамуля. А вот и поваренок. Я больше уверен, что он мне сейчас даст супер паёк. Добрый вечер. Мне бы перекусить. Ну, иди перекуси. Пару проводов. Лол. Ты опаздываешь на ужин и думаешь, я буду за каждым сопляком бегать, чтобы его кормить. Ладно, не боись. Я оставил тебе паёк в холодильнике. Спасибо. Уж я было... Блин, испугался. Думал, блин, кидок какой-то произошёл. Но нет. Это уровень жажды. Утолить жажду можно с помощью бутылки с водой. Да? У меня как раз бутылочка воды есть. Выпиваем. И я, ребята, на коне. А это голод. Утолить его можно с помощью еды. Вот галетки мы сейчас едим. И... Да. Отлично. Так, и что же нам теперь? Иди спать. Иди спать, мне говорят. Слушайте, а почему я должен идти спать, когда тут ещё вот с мамой могу поговорить спокойно себе? Мам, привет. Ты взрослеешь с каждым днём. Скоро отец начнёт обучать тебя управлению бункером. Со временем ты займёшь его место. Ну, мама, я хочу стать сталкером, как дядя Дэйв. И речи быть не может. Опасности этой профессии не сравнятся с её пользой. Зомби на поверхности не твоя забота. Пусть собой рискуют другие. Так что перестань меня пугать и отвлекать. Мне ещё нужно привести себе в порядок вещи. Вот так вот, мама, не хочет, чтобы я был сталкером, а я вот хочу. Так, тут у нас ещё Сьюзан. С ней можно поболтать. Привет, ну что молчишь? Как тебе моя новая прическа? Буду считать, что тебе нравится. Да, прическа улётная. Что там с нашими подземными овощами? Какой ожидается урожай? Вроде неплохой. Наши лаборанты сумели установить нужную температуру и освещение для растений. Так что скоро мы будем есть свежие овощи. Хм, хорошие новости. Ты просто умница. Хм, мне очень приятно с тобой тут болтать. Но нужно заниматься делами, извини. Да ничего, ничего, Сьюзан. Мне тоже, в принципе, нужно заниматься своими делами. Я думаю, что мне надо немножечко поспать. Совсем чуточку, потому что завтра, наверное, будет тяжёлый день. Денёк выдался тяжёлый. Сон прошёл мгновенно. Но выспаться не вышло. Как гудит голова? Что произошло? Где все? Надо выбираться отсюда. Я должен узнать, что случилось. Ох, ребята, вот это игруля. Я, честно говоря, не ожидал, что вот так вот всё будет круто. Будем смотреть, что дальше. Ё-моё, это что? Это у нас, получается, всё тут к ядре нифе не разрушили? У-у-у. Так, давайте-ка я, наверное, сбегаю. Так, что это? Джоза какой-то там бегает. Дэйв, ты что, раненый, что ли? Я не могу понять. Давайте-ка с ним, наверное, поговорим. Эй, помоги мне. Конечно. Говори скорее, что я могу для тебя сделать. В медпункте должна быть аптечка. У тебя кровь. Так что тебе она тоже пригодится. Выгребай всё, что можешь найти. И тащи сюда, надеюсь, тебя учили оказывать первую помощь. Конечно, я мигом. Будь здесь и постарайся не отключиться. Ребята, а это что, игра онлайн, что ли? Смотрите, тут... У-у-у, так это ж вообще круть. Я-то думал, что она такая просенькая. Нет, смотрите, тут реальные чувачки ходят. Наверное. Так, ладно, я пошёл за аптечкой. Где аптечка? Где аптечка-то, ё-моё? В медпункт побежали, короче. Я должен её найти. Так, нет, не здесь, ребята. Вот здесь где-то. Ага. Так, кликаем. Забираем всё абсолютно подчистую. Это твоя жизнь. Если она опустится до нуля, ты умрёшь. Спасибо большое. Обнадёживающие такие штуки вы мне рассказываете. Хе-хе-хе. Так, ладно, побежали дальше. Сержант, я достал тебе. Так. Открой инвентарь. Ну, открыл. Нажми, чтобы перенести аптечку на пояс. Нажал. Переместить вот сюда. Хорошо. Закрываем окно. Используй бинт для лечения. Понял. Перебинтовываемся, ребята. Естественно, у нас должно восполниться здоровье. Так оно и есть. Сержант Дэйв. Аптечка у тебя? Да, не густо. Ну, хоть боль сниму. Спасибо. Что произошло? Где мои родители? Они живы? Кто на нас напал? Механические твари ворвались в бункер. Перебили всех, кто сопротивлялся. Остальных увели. С таким мы не сталкивались. Никогда. Это все, что я знаю. Но сейчас не время это обсуждать. Сначала найди, из чего можно соорудить топор. Он пригодится нам, чтобы отбиваться от врагов. Ну, я понятия не имею, из чего можно сделать топор. Все просто. Железо ты можешь добыть, ломая бочки. А древесину из деревьев. Из таких коричневых столбов, которые торчат из земли. Как сделаешь топор, возвращайся ко мне. И прошу тебя, действуй быстро и аккуратно. Все, я тебя прекрасно понял. Значит, нужно вот это вот барахло ломать. Так. Вот древесиночка пошла. Пошла древесинка. Отойди отсюда. Дай. Уйди отсюда. Не мешай мне. Я тут буду добывать древесину. А ты, видишь, не мешаешься. Да уйди ты, е-мое. Достал. Так. Ладно, ребята. В общем, древесины мы, наверное, с вами здесь добыли. Так. А где? Из каких столбов? Вот отсюда мы можем, да, добывать? Или нет? Погоди-ка, погоди-ка. Ах. Вот. Из бочек, да? Ладно, попробуем ломать. Да, ребята, металлолом достаем мы именно из этих бочонков. Так, а сколько нам интересно... Иди, иди отсюда. Вот гад. Сломал последнюю бочку. Не трогай ты мое. Вот так вот. Нажмите кнопку на крафт. Ага, хорошо. Топор. Железные орудия для рубки дров в виде лопасти с острым лезвием с одной стороны. И обухом с другой. Насаженных на деревянную руку. Предназначен для довыщей большинства ресурсов. Скорость атаки, херня. И дело в том, что нам нужно его сделать. И мы делаем. Отлично. А теперь у меня есть топорик. Топорик есть. А что дальше? Мне идти к Дэйву, наверное, поговорить с ним. Сержант Дэйв, я иду. У меня топор в руке. Отлично сработано. Этот топор тебе жизнь спасет. Теперь слушай внимательно. Система жизнеобеспечения бункера накрылась. Нам тут не выжить. И что же нам делать? Сваливать. Но для начала завести машину. А для этого нужен годный аккумулятор. Поищи в гараже и принеси его сюда. Придется отбиваться от зомби. Так что держи свой топор покрепче. Хо-хоу. Да ладно тебе. Ты, наверное, прикалываешься надо мной. Ой, а может быть и нет, ребята. Я не думаю, что ему сейчас до каких-то там шуток. Это же все-таки сержант. Куда меня... Ой, смотрите-ка. Дабер-зомби. Ого. А ну-ка. Иди сюда, Дабер-зомби. Тыч, 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 тыч. Оу, вау, вау. Хорошо так как. Замечательно. Забираем шкуры. Смотри-ка. Зомби с гвоздем. Зомби с гвоздем. Иди сюда. Вот так. Хорошо. Так, достали какую-то солому там. Слушайте, а что мне нужно? Мне нужно... А, мне надо найти, ребята, аккумулятор. Я, кажется, вижу. Вон там. Зачем же я тогда зомбарей-то просто так? Попусту на них время тратил. Но шкуры все равно нам пригодятся. Тихо. Ты откуда взялся? Родной ты мой, а? Ты на голос не бери. Пошел отсюда. Металлолом. Замечательно. Так. Вот он, ребятушки, аккумулятор. И я думаю, что мне нужно возвращаться к Дэйву. Кстати, машина, наверное, это... Та будет, возле которой он лежит. Мы, наверное, с ним вместе и дадим на утек. Так, Дэйв, сержант, я здесь. У тебя все получилось. Дэйвус, ты молодец. Помоги мне подняться, я сяду за руль. Мы попробуем завести это старье. Да, сейчас мы выберемся, иначе быть не может. Конечно, не может. Давай, сержант, последнее усилие. Нам удалось сохранить жизнь. Теперь мы одни. Мчимся по этой безжизненной, измученной земле. Ну же, Дэйв, не теряй сознание. Там кто-то есть, видишь? Может, он сможет помочь? Какой-то дедушка-ковбой. Вау, ребята, игруха на самом деле огонь. И что я вам могу сказать? Так, ну что же, тут нам надо подождать, когда у нас пройдет загрузочка. Так, ребятушки, ну что же, смотрите, у нас тут шериф какой-то ходит. Новый знакомый попрощаться. Да что же нас так перекосило-то? Встань нормально. Ладно, новый знакомый. Эй, мистер, вы можете нам помочь? Осади немного. Можешь звать меня Рик, шериф Рик. Я готов помочь, но взамен ты сделаешь кое-что для меня. Я сделаю все, что скажешь, если это поможет моему другу выжить. Отлично. Тогда я займусь этим парнем. А тебе придется построить водонапорную башню, чтобы мы все не подохли от жажды. Возьми ресурсы из штаба и построй водонапорную башню на месте, которую я пометил табличкой. Собственный оазис. Шериф Рик согласился лечить Дэйва взамен на ответную помощь. Без воды в пустыне не выжить. Возьми ресурсы из штаба и построй водонапорную башню на месте таблички, которую установил Рик. Строй материалы 0 из 10. Хорошо, я принимаю это задание. И приступаем. Какие только нам нужны стройматериалы. Давайте вот сюда посмотрим, что это такое. Возьмите предметы. Взял. Закрыл. И... Ага, понял. Идем сюда. Здесь табличка как раз. Так, постройте здание. Делаем. Идет строительство. 58 секунд. Ускорим, конечно же, ребята, это дело. Ускорить постройку. Ускорить, говорю, постройку. Все. Нажми для взаимодействия. Так, открыть карту. Нажмите, чтобы перейти на локацию. Погоди-ка, погоди-ка. Зачем мне это нужно сейчас? Мне надо пойти и поговорить с шерифом. И никуда я сейчас не хочу идти. Так, собственный оазис. Отлично. Теперь у нас есть вода. Ты хорошо поработал. Держи этот нож. Потребуется тебе в нашем мире. Поздравляем. Задание выполнено. Забирай награду. Собственный оазис. Шериф. Ага, понятно. Вот, ребята. И мы получаем с вами нож. Какой-то офигенный нож. Водичку. Ускорение. И тысячу очков, я так понимаю. Ух. Так, новый уровень, ребята. Второй. И я нас всех с этим поздравляю. Так, шериф. Ага. Приложи. Приложи подорожник, главное. Как там, сержант? Что с ним? Ну, он ранен. Не приходит в сознание. И у него начинается заражение крови. Без антибиотиков твоему другу не выжить. А у меня их нет. Постой. В нашем бункере должны быть лекарства. Тогда не теряй времени. Отправляйся туда и тащи все, что сможешь унести. Нам пригодятся любые лекарства. Как найдешь то, что нам нужно? Свяжись со мной. По рации из Хаммера. Так. Приложи подорожник. Сержанту нужны антибиотики. Чтобы избежать заражения. Найди нужные медикаменты в вашем старом бункере. Когда лекарство будет у тебя, свяжись с шерифом по рации в Хаммере. Сильный антибиотик мне нужно, ребята, найти. Спецпредложение новичка. Всего лишь за 39 рублей. Броня, оружие, патроны и аптечки. Все, что нужно для начала игры. 39 рублей. Покупаем. И забираем, ребята, все, что мы с вами на... Покупали. Так, не хватает места в инвентаре. Замечательно просто. Так, ну что же. Нам с вами нужно идти именно, ребятушки, в бункер. А что вот это такое? Что это за значок такой? Интересно мне знать. Нажми для взаимодействия. Так, не хватает ингредиентов. Понятно. Хорошо. Ребят, мы с вами отправляемся. Естественно. Разрушенный бункер. Да, именно сюда. Идти пешком бесплатно. И ехать на машине. 7 секунд буквально. Поехали. Слушайте, блин, прикольная игра. И че я давно в нее не играл? Мне всегда советовали. Еще давным-давно говорили. Рэй, поиграй, 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 поиграй. А я что-то как-то... Ну, пиксельный вот именно такого качества игры, как Майнкрафт. Мне не особо нравится. Но здесь это что-то, ребята. Так, ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте мы, наверное, на этой ноте с вами завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Если вы, конечно, этого захотите. Я думаю, почему-то, что вы захотите увидеть, как я этих говняков буду тут колбасить. И, конечно же, кепку у нас. Продолжим играть. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова